МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Майские заморозки. За холодом в регионе оказалась пошкоджена частка посевов. Каштовный подарунок областной организации «Червоного крыжа» набыла рентгенаппарат для инфекционной больницы. Могчимости в борьбе с коронавирусом пошираются. В области будут открыты новые лаборатории для проведения доследований. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Центр выборкам сегодня завершил регистрацию инициативных групп грамадян по получению кандидата у президента Беларуси. Таким чином, избирать подписы будут 15 инициативных групп. Приступить до работы они смогут 21 мая. Этот этап выборчей кампании протягнется по 19 червня у Ключна. С уликом эпидемичной ситуации сборщики повинны быть у масках и пальчатках. Чтобы вылучиться кандидатам у президента, треба не меньше за 100 тысяч подписов выборщиков. Напомним, Палата представников призначила президентские выборы на 9 жюня. Вылучение кандидатов пройдет с 20 червня по 4 липня. Регистрация с 5 по 14 липня. После этого стартует перейдь передвыборной агитации. До терминового голосования на выборах отбудется с 4 по 8 жюня. Тым часом Пиролик – место, забороненных для пикетования, затвердил гомельских арвыконкам. Так пикеты нельзя размешать на отлежности меньше за 50 метров от будинков мясо-выконавших и распорадших органов, судов, органов прокуратуры и гомельского филиала Белтелекама. У Пиролик так само включены припыночные пункты громадского транспорта, посадочные плясовки чугуночных пунктов припынку, подземные пешеходные переходы. Особным ротком урошений позначена площадка Ленина. Господарки Гомельской области протягивают работы на палетках, причем першопочатковые планы пера высели практически по всех основных культурах. По оперативных даденных Министерства посельской господарцы и харчевани задание по сяубе яровых пера выконано на 2%, а кукурузы – на 3%. Правда, в некоторых районах частку посева придется перосеять. Заморозки на глибе пошкодили у сходы. Наши корреспонденты ознайомились с ситуацией. Ночные майские заморозки на глибе у регионе регистровались и в раннейшие годы, але такой низкой температура, здаяцей, еще не была. 13-14 мая у широкого района и она упала до минус 8 градусов. Заразу в области працуют комиссии, які повинны провести обследование посева у кукурузы. По оперативной информации, гэта культура полностью загинула, прикладно на 7 тысячах гектаров, что складает 2% от посеянного. На 24 тысячах гектаров кукуруза оказалась пошкодженной. Более 24 тысяч гектар пострадали от заморозков, но тем не менее сегодня работы ведутся по их состоянию. После дня через 2-3 в связи с погодными условиями и прохождением дождей, возможно, эти посевы немного могут отойти, точка роста жива, поэтому комплекс мер потом будет приниматься. У Ксуп Брылёва ситуация подобная на Агульно-областную. Увы, не ку заморозков тут пошкоджена до 8% посеянной кукурузы. Сё лето гэта господарка страты от ночных морозовня сё уже не у першыню. Напереда не загинула полова ранней капусты. Головный агроном Ксуп Брылёва Александр Запорованный у Галине працует 45 годов и каже, что климат истотно изменяется. Значный недохоп вильгати, шкодники рослин, яких ранее не было. И поздние ночные заморозки. Усё гэта примушает уносить коррективы у технологичный процесс. Господарка, якая специализуется на вырошванной Гародняне, у гэтом годе, где работ на открытом грунте, я еще не приступала. У нас сейчас уже готова рассада помидор, перца, огурцов, и она готова к высадке. Но мы ее не высаживаем. Да, она немножко перерастет, но зато более гарантированно будет ее высадить на той неделе в более благоприятные условия. А сейчас, конечно, это будет неправильно. Олег Синсеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Забароны на наведывание лясоу сняты на всей территории Беларуси. Такая информация размешана на сайте Министерства лесной господарки. По всей краине в опошний час пройшли дожжи. Пожаронебеспечная обстановка стабилизовалась. В связи с гэтом и были изняты обмежевания. Тем часом на дворье в ближайшие дни застанется дождливым и прохолодным. Могчимы ночные заморозки. Температура поветра заховается на узровне от 4 до 7 тепла в ночи и от 10 до 12 в день. Истотное потепление чекается только на наступном тыдне. Протягиваем выпуск от недохопа информации, некоторые подеи худко обрастают чутками. На этот раз на просторах интернету з'явилась новина. Небыто частку корпусов Гомельской областной детячей клиничной больницы вырешили пристосовать для приема хворых на коронавирус. С просьбой растлумачить ситуацию, мы звернулись до головного врача установы Вячеслава Ижаковского. Марина Джалая с подробязностями. У калидуры педиатричного отделения пахнет фарбой. У палатах пусто. У одной из них зараз працуют рабочие. Сурвезно к ремонту не потребуется, только косметичным. Так робят, что год у каждого отделения умежит апляльный сезон. На этот час медперсоналы идут в отпуск. И зараз так. Что касается косметического ремонта, хочу вам показать. Мебель мы здесь посмотрели, кровати, как говорится, подремонтировали. Отбойники установили. И как будет по всем палатам. Ну, для того, чтобы безопасно беречь стены. То же самое мебель будет подремонтирована. То есть это по всем палатам. И так по очереди все этажи будут сделаны. Это косметический ремонт. Мы ежегодно так делаем во всех отделениях. Потом помоются отделения и будут готовы вернуться в работу через две недели. На пытание Аптима, откуда взялись от шутки про прием коронавирусных пациентов, Вячеслав Ижаковский только руками разводить. Кажет, это просто провокация. Любая информация, она должна, прежде всего, содержать какую-то, ну, во-первых, проверенность иметь. И какую-то профессиональную и человеческую этику. И, я хочу сказать, еще логика должна быть. И здравый смысл. Понимаете? Сказать, что детская больница готовится к приему инфекционных пациентов, освобождает площади и при этом отпускает персонал в отпуск, это же, ну, это не логика, это абсурд. Понимаете? Если бы мы готовились, мы бы не отпустили людей в отпуск, а мы бы их отозвали из отпуска. Гомельская областная детячая клиничная больница различная на больше 550 месяцев. Сары заняты меньше за полову ложков. С вирусными инфекциями и пневмониями коля 50 пациентов. Это меньше, чем летось. У мая сирот пациентов были выявлены одинковые выпадки захворывания на коронавирус. Таких детей одразу перевозили в инфекционную больницу. Марина Джала, Александр Харлампов, Телерадо, компания «Гомель». Оперативное выявление хворых на коронавирус не обходно для поспехового выправления эпидемичной ситуации. Каб посприять к этому, в регионе открываются новые лаборатории для доследования проб на ковид-19. И они начинают работу с этого тыдня. Такую информацию нашим корреспондентам поведоми уголовный державный санитарный ураг Гомельской области Александр Тарасенко. На текущей неделе уже начали работу еще две лаборатории. Это на базе поликлиники 4-й города Мозыря. И полимед, медицинский центр в городе Жлобине, на базе которого проводятся исследования сотрудниками Жлобинской центральной районной больницы. Всего у нас на сегодняшний день по области 8 таких лабораторий. В сутки делается от 1600 до 1700 исследований. И на текущей неделе уже будет готов проводить исследования медицинский наш университет в городе Гомеле. С таким количеством лабораторий мы будем делать где-то уже ориентировочно 2000 исследований в сутки. Так само в регионе широко выкористовываются экспресс-системы для установления захворывания, яныне обходные для снижения нагрузки на лаборатории. Такие тесты зараз применяются для повторного доследования сирот медперсонала и контактов первого уровня. И по культ только по медицинских показаниях. Допомога медикам во умовах пандемии – высокородная инициатива, которую поддерживают неравнодушные люди самых разных сфер жития. Сегодня Гомельская областная организация «Червоного крыжа» подарила областной инфекционной больнице РНГ на парад. Технику набыли дякуючей финансовой поддержкой надейных партнеров. Белорусский Красный Крест совместно с компанией ЕПАМ провели совместное мероприятие. И благодарят сотрудников ЕПАМ и компанию за помощь, которая предоставлена сегодня нашей организацией, для того, чтобы мы могли оказывать помощь медицинским учреждениям и проводить мероприятия, которые направлены на борьбу с распространением ковид. Вместе с тем хочется выразить искренние слова благодарности всем гражданам и компаниям, которые сегодня совместно с нами проводят мероприятия, для того, чтобы мы могли остановить эпидемию коронавирусной инфекции. IT-компания пероличила белорусскому червоному крыжу больше 240 тысяч белорусских рублев и пропоновала своим супрацовникам зарабить приватное охвирование. Вырученные сродки выкористовываются для борьбы с коронавирусом. Частку из их 40 тысяч белорусских рублев накировали на набуте рентгенаппарата для инфекционной больницы. Супрацовники установы жест оценили. Хотим выразить огромную благодарность от лица администрации нашей учреждения Гомельской областной инфекционной больницы, организации Красного Креста за предоставленную нам рентгенаппарат, который нам сейчас очень необходим, востребован, нужен. Спасибо вам еще раз большое. Областное отделение червоного крыжа регулярно подтримливая установы охвы здоровья региона. На сегодня организация оказала допомогу медикам больше чем на 150 тысяч рублей. В Беларуси позволили сдымать гроши с карты про скассу магазина. Так, с 5 червня это могут заработать жихары сельской мясцовости, малых городских поселений и территории позанаселенными пунктами. Отповедная постанова Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года, опубликованная на национальном правовом интернет-портале. Выдавать гроши смогут юридичные особы, индивидуальные предпринимательники, которые реализуют товары, выполняют работы и оказывают послуги. Сумма наявных грошей, которая выдается в рамках одной операции, не должна превышать 5 базовых величин. Сейчас одна базовая складает 27 рублей. На других территориях края такая максимуме появится с первого студента 2022 года. Худка лета означает новый працовный семестр. Белорусский Республиканский Союз молодцы протягивает формирование студентских отрадов. Так, на прикол 4 отрады прошли отбор и отправятся працовать на предприемство «Атланту Минску». Будовничные десанты протягнуть працю на усе белорусской молодежной будовле «Город молодости» у Островцы. А так само социально-значным объекте нашего региона – новая середняя школа в Гомельском 21-м микрорайоне. Ведется работа по заключению договоров для выездных студотрадов. После стабилизации эпидемичной ситуации их шикают на сельгазпродприемстве у Московской области и у всероссийским детячим центры Орляня у Туапсе. Есть опыт на молодых специалистов и в белорусских летних лагерах. В прошлом году мы увеличили количество педагогических отрядов, то есть планируем эту же планку удержать. То есть база уже есть, ребята, есть работает школа подготовки молодых педагогов, есть работает школа вожацкого мастерства. Поэтому рассчитываем, что при улучшении ситуации эпидемиологической, конечно, ребята приступят к работе. Все лето записаться у студентский отряд стало еще простее. Для этого достатково зайти у группы БРСМ у социальных сетках и знайсти QR-код с прямой ссылкой на анкету. Запомнить ее можно, не выходяши с дому. После этого дадим на Кирову тебе ответный территориальный комитет. Мова у Гомеля у сквера на улице Кирова заявилась незвычайная артинсталляция скалеровых литр. И она находится побольше с Институтом механики металлополимерных систем. Объект установлены одним из мобильных операторов краины суместно с инициативой велич родной мовы. Усе литры представляют собой вуличную меблю с древа и металлом. По задумке белорусского скульптора Паула Войницкого, колеровая гамма подбиралась так, как показать культурные, историчные и ландшафтные особливости кожного региона краины. Вокол инсталляции плануется створение сетки бесплатного Wi-Fi. Подобные арт-объекты усталюют во всех областных центрах краины. Это и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Возможно, был поджог. В Ельске спасатели потушили деревянную баню, которая загорела сегодня около часа ночи. Огонь уничтожил кровлю здания, повредил стены и имущество внутри. Спасатели прибыли на место происшествия и потушили пожар. Огонь не успел распространиться на соседние строения. А в Жлобине на улице Юбилейной ночью горел жилой дом. Возгорание произошло на веранде кирпичного здания. Престарелая хозяйка не пострадала. Рассматриваемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В МЧС еще раз напоминают гражданам о необходимости присматривать и помогать в быту своим престарелым родителям. Еще один торговец на свае попался в поле зрения сотрудников милиции. На этот раз распространителя дурмана задержали в Гомеле на улице Красноармейской. При себе у мужчины было несколько полимерных пакетиков с зеленым веществом массой 46,5 граммов. В дальнейшем оказалось, что неподалеку был и тайник. В ходе осмотра территории, прилегающей к домам по улице Карповича, было обнаружено еще 40 пакетов с контрафактом. Общий вес на свае составил почти 1 килограмм. Начат административный процесс. В управлении ГАИ сообщили, что с 25 мая по 5 июня в Беларуси традиционно пройдет специальный комплекс профилактических мероприятий «Внимание, дети!». В этот период всем водителям необходимо придерживаться правил, которые регламентируют движение с включенным ближним светом фар и проявлять повышенное внимание на дорогах. Кроме того, сотрудники ГАИ проведут ряд мероприятий по работе с юными участниками дорожного движения, школьниками и студентами, которым напомнят о правилах безопасности. Напомним, с начала года на дорогах региона произошло 15 ДТП с участием несовершеннолетних. 16 подростков получили травмы. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Завтра состоится первый матч 1-4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Жлобине Светлогорский ЦКК сыграет с Оршанским Витеном. Поединок пройдет во дворце игровых видов спорта. Начало в 13.45. Матч между минским дорожником и гомельским ВРЗ стартует в 15.30. Место проведения – столичный спорткомплекс «Мопит». Борисов-900 из столицы выйдут на паркет Борисовского ФОЦа в 17.15. Завершится игровой день противостоянием в Гродно между УВД «Динамо» и Гомельской БЧ. Начало в 19.00. Ответные поединки состоятся 24 мая. Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Кубка Беларуси по футболу сезоном 2020-2021. На этой стадии сыграют шесть клубов из нашего региона. Представители первой лиги национального чемпионата будут проводить свои игры на выезде. Гомель в гостях у столичного БГУ – локомотив у Брестского першего региона. Спутник поборется за путевку в следующий раунд с Осиповичами, а Химик – с Полоцком. Представители второй лиги – мелиораторы Бумпром в 1.32 финала принимают у себя Лиду и Могилевский Днепр соответственно. Все поединки этой стадии пройдут 6 июня. В Гомеле наградили призеров республиканских волейбольных соревнований «Мяч над сеткой». Юниорская команда с «Дюшор Энергия» завоевала серебряные медали в турнире. Для спортсменов 2007 года рождения это был дебютный сезон. В Гомельском регионе детский волейбол развивается быстро и уверенно. Этому способствуют стремительные движения вперед взрослого спорта. Например, в Мозоре – одна из сильнейших школ детского волейбола, в которой занимаются девочки. В этом году представительницы школы 2004-2005 годов рождения победили в детско-юношеской волейбольной лиге. Хорошая школа и в Жлобине, волейболистки которой стали первыми в той же волейбольной лиге только среди команд 2007 года рождения. Регулярно на пьедестал поднимаются юные спортсмены из кармы и в областном центре. Волейбол также развивается. Способствует этому детско-юношеская спортивная школа «Энергия», воспитанники которой победили в турнире «Мяч над сеткой». Сейчас они готовятся к старту сезона по пляжному волейболу. Сезон 2019-2020 для юных волейболистов с «Дюшер Энергия» прошел, можно сказать, хорошо, удовлетворительно. Показало тем самым свой уровень подготовки, что они достойны выступать на хорошем уровне. Потому что мы в этом году только дебютировали на республиканских соревнованиях и довольно неплохо выступаем. Сезон закончился. Сейчас полномерно готовимся перейти на пляжный волейбол. Собственно говоря, погода пока не позволяет это делать на песке. Делаем это на школьных площадках школы номер 72. В этом году Беларусь сделала шаг вперед в развитии детского волейбола. В феврале председатель Белорусской профильной федерации Эдуард Венский и председатель Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич подписали договор о запуске проекта «Школьный волейбол». Его цель – продвижение этого вида спорта в массы и повышение физической активности среди детей. Школы и гимназии, попавшие в проект, будут оснащены оборудованием. Кроме того, преподаватели получат необходимые навыки для начального обучения школьников. В нашей области проект затронет пять школ, которые не являются специализированными. Это один из самых главных проектов, который должен быть реализован в 2020 году. В принципе, мы и начали уже эту работу. Мы посетили Мозерскую школу, подарили деткам мячи, инвентарь. Мы на день рождения волейбола в этом году было 125 лет. Мы посетили гимназию 14-ю, также подарили школьникам форму игровую. Старт проекта назначен на начало нового учебного года. Весной 2021 года по плану пройдут первые турниры среди воспитанников школ, участвующих в проекте. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова